Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Я одновременно не люблю бывшего мужа и скучаю по нему, есть тёплые воспоминания. Понимаю, что расторонание это было прекрасным решением, человек не хотел быть со мной, я хотела. Потом осознала, что не буду унижаться и меня отпустить. Сейчас меня жизнь нестабильна, я начинаю создать семью, но уже с другими мужчинами, не с бывшим. Проблема в том, что я не могу отпустить этого человека, мы рядышко общаемся, что он извиняется за всё, что говорил плохого и делал, а для меня его слова как пустой звук. Я застрял в каком-то подвеченном состоянии, не то обиды, не то ещё, влюблена в него, может, в глубине души надеюсь, что он вернётся, но человек не транслирует ничего, кроме зимы, за происходящее. Я понимаю, что отношения не восстановятся на чувство вины, в общем, я одновременно не хочу с ним больше быть, но и отпустить не могу, что-то в душе к нему есть, остатки любви и надежды, не знаю, что мне делать. Мы часто ссорились, у нас зрядное мнение было немного, он сказал, что ушёл, потому что со мной не выдержал ссор, плюс микрофон Савис стал на первое место, она была против меня. В общем, мы не созданы для друга, я знаю, что мне нужен другой мужчина, с этим буду несчастна, мы дрались даже, но была любовь, всё равно поддержка и поступки мужские были. Что хочется сказать? Наверное, ключевой момент на микроуровне заключается в том, что вы тяготеете и стремитесь к своему состоянию с бывшим мужем, вот, к вашему состоянию, которое было вот в моменты, когда всё было хорошо у вас. Вам это состояние нравилось, и вы хотите его, это состояние вернуть, тут ничего необычного нет. На микроуровне проблематика заключается в том, что вы мечтаете создать семью. Потребность в создании семьи обуславливается потребностью в защищенности и потребностью в неком-ником таком переложении ответственности. Чаще всего это также может быть связано с определенными установками, что я должна создать семью, что женщина без мужа, семьи, детей, да, неполноценна и прочее, прочее, прочее. Вот. Да, дело в том, что ваш бывший муж, несмотря на все проблемы, является самым лучшим кандидатом для того, чтобы вы могли получить то, что хотите, а именно создать семью. И, соответственно, вы к нему отсюда и тяготеется. Что сделать? Ну, что здесь можно сделать? Во-первых, необходимо прожить травму развода. Развод это то, что оставляет отпечаток на человеке, и, в общем-то, требуется этот последствия негативные этого отпечатка скорректирован. Прожить, в частности, все эмоции, которые у вас после развода остались. А вероятно, ей есть некоторые невыраженные чувства по отношению к мужу. То есть, что-то вы ему не досказали. Может быть, обиды то же самое, да, и так далее. Все это нужно поисследовать и увидеть. Таким образом, ситуация для вас завершится. Необходимо скорректировать ваши желания для того, чтобы вы могли их реализовать не только через семью и, значит, там, взаимодействие с мужчинами. Вы говорите о том, что вам нужен другой мужчина, с этим вы будете несчастны. Тут вы демонстрируете такую мысль, что ваше счастье зависит от другого человека, что несколько настораживает и позволяет предположить, что вы склонны к созависимости, в частности, то, что у вас были, скажем так, ну, драки, как вот вы сами говорите. Вот, на это косвенно указывают. То есть, на это косвенно указывают вот именно то, о чем я сейчас говорю. Вот, соответственно, все эти аспекты необходимо корректировать, все эти аспекты необходимо, значит, прорабатывать. И я думаю, что вы по итогу сможете себя выявить более оптимальную модель поведения, нежели чем то, что вы сейчас прорвигаете. Дальше. Вы пишите, что скучаю по мужу. Ну, не понимаешь, что скука – это не любовь, а теплые воспоминания – не любовь также. Любовь – это больше заинтересованность в собственном человеке и ощущение тенденции действовать для него, заинтересованность в его росте и прочее. Скука – это потребность в чем-то, что давал вам человек. Так, теплые воспоминания – это своего рода ностальгический след определенного вашего состояния. То есть, вот я был с мужчиной, я себя ощущал так-то, так-то, и я теперь к этому сегативу. Поэтому, да, вы путаете, вот тут очень важная вещь. Что касается Абиды, то у Абиды есть, значит, ну, как бы, несколько аспектов. У Абиды есть несколько моментов, и, в первую очередь, в первую очередь, это ожидание, то есть, это история про то, по сути дела, это история про то, что вы чего-то ждете от, ну, человека, да, то есть вы чего-то от него хотите. Вот, и это что-то, вот очень важный момент, очень важный момент заключается в том, что это что-то является вашими потребностями, ответственность за, которые вы прикладываете на другого человека. Да, вы абсолютно правы в том, что отношения не построить на чувство вины. Это правда, это, это абсолютно правда. Действительные отношения на чувство вины не построить, но. А вы хотите, чтобы, ну, условно говоря, ваш муж вернулся. Вот. Почему вы этого хотите? Потому что своим возвращением он вам что-то дает. Ну, или, 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 или что-то дал. Вот. Нужно поисследовать, что вам может дать муж, если вернется. То есть, вот вы говорите, у меня есть надежда, да, надежда на реализацию ваших потребностей. Нормальная, абсолютно нормальная, естественно, потребность в этом, ничего нет такого сверх, сверх, необычного. Это абсолютно норм. А предотвращается немножко в другом, да, предотвращается в том, что это. То есть, о чем мы здесь конкретно говорим. Потому что, например, то, что, допустим, ну, предположил, например, я, да, вот. Ну, может, может быть, может быть, правда, может быть, правда, а может быть и нет. То есть, тут, тут есть нюансы почти всегда. Вот. Поэтому нужно это поисследовать. Вот. Ну, вот, еще такой важный момент. Вы говорите о том, что не знаете, что делать, да. Вот тоже довольно такой интересный, как мне кажется, аспект. Вот если вы, допустим, не знаете, что делать, да, то вы не знаете, что делать, чтобы что. То есть, что делать, для чего. Вот это, на мой взгляд, тоже нужно поисследовать. Вот. Потому что, ну, 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 не знаю, все-таки некая цель, да, нужен, все-таки, некий такой, скажем так, ориентир, да. Вот если вы хотите, да, отношения выстраивать с, допустим, а, ну, к примеру, с мужчинами, да, лучше вы хотите, лучше, да, это одно, вот, если вы хотите, там, с мужчин, да, к примеру, отношения, как-то, вот, гармонизировать, это другое, вот, если вы хотите, там, в себе, в себе забраться, да, это второе, ну, и так далее. То есть, вариантов много. Вариантов очень много, и, вот, все эти варианты, они, вот, собственно говоря, ну, предполагают, вот, значит, определенную, да, над собой работу, определенную. Поэтому, смотрите, смотрите, вот, как раз, вот, в сторону того, что вам ближе, да, и, в общем-то, с этим, как бы, нужно будет работать вам с психологом. Вот, ну, и, последнее, наверное, на что, на что сейчас хотел бы я обратить ваше внимание, это то, что между вами были драки. Драки и ссоры. Это тоже, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Дело в том, что драки и ссоры не возникают на ровном месте. Собственно говоря, драки, это связаны с, ну, как бы, определенной проблемой в выражении своих чувств. Например, агрессия, ну, например, агрессия, если человек не может, да, себя как-то защитить, да, не может, вот, свои эмоции, да, свои чувства выразить, то ему, конечно, требуется, ну, ему требуется агрессия. Ему требуется такая вот, ну, скажем так, агрессивная, да, вот, тенденция. Вот, ему требуется, требуется физическое, скажем так, агрессивное, вот, своих, значит, ну, своих чувств, допустим, вот, для того, чтобы, ну, снять напряжение. Вот, поэтому то, что вы пробегали к насилиями с своим, скажем так, с супругом бывшим, вот, конечно, говорит именно об этом. То есть, об этих самых проблемах, вот. Вот, пожалуй, то, что можно вам рассказать. Что касается ссор, то ссоры, связаны с проблематикой личных границ, вот, то есть, когда человек, ну, когда у человека нет возможности, скажем так, ну, создать условия для комфортного нахождения в отношениях, во взаимодействии с другим человеком. То есть, ну, просто вот, нет такой возможности, если. Вот, что ему тоже нужно учиться, это тоже, ну, это тоже необходимо видеть, это тоже необходимо на этом, вот, как, 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 как-то заострять свое, значит, внимание, да, для того, чтобы, ну, как-то вот это, в этом разобраться. Вот, что могу сказать, могу сказать, что работа предстоит, ну, довольно много, в вашем случае. Вот, и, в первую очередь, где-то работа по поиску себя, вот, потому что это работа по ограничению себя от, собственно говоря, мужчин, да, вот. Вот, вот, то есть, ну, чтобы вы видели, что, ну, что-то не в мужчинах дело, да, и не в мужчинах счастье, вот, а если вы тяготеете только к этому, то вы таким образом, как бы, ну, избегаете, вот, в какой-то степени, значит, ну, в своей собственной жизни, вот, да, значит, там, мужчинах это хорошо, да, мужчинах это здорово, вот, но они не должны быть, собственно, на первом месте, на первом месте должны быть, ой. Вот, очень важно понимать, очень важно, очень важно понимать, вот, что, когда, вот, значит, вот, ну, кто-то, вот, на первом месте, да, вот, то это становится проблемой, вот, ну, серьезной, серьезной, серьезной проблемой становится, вот, и, вот, соответственно, вот, в этом направлении можно, как мне кажется, двигаться, вам, в первую очередь, конечно, вот, ну, как-то так, я думаю, можно ответить к вам на вопрос, который вы даете, я надеюсь, что вам это было полезно, вот, я хочу пожелать вам всего, всего самого доброго, желаю вам удачи, вот, буду вам благодарен, вам, значит, обратную связь, по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, вот, желаю вам, желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам, она, в смысле, помощь, пригодится, вот, не затягивайте, потому что проблемы нужно решать, всего самого хорошего.